Мой проект «Апостол платит деньги» успешно работает. За 4 месяца я уже выплатил более 30 миллионов рублей. Сегодня я хочу обратиться к представителям и сотрудникам спецслужб РФ. В частности, к ГУ ГШ, в простонародье ГРУ, к ФСБ, к службе внешней разведки и, в принципе, к любым военным, которые работают с нашими предателями. Меня интересует информация о предателях среди силового блока нашего. Очень интересные люди из СБУ, ГУР, службы внешней разведки, полиции. В принципе, о любых людях в погонах, которые предали нашу страну и сливают вам информацию. За подобного рода людей я заплачу от полумиллиона рублей. Плачу на карты банка в РФ или в криптовалюте. Сумма может быть очень большая. В зависимости от уровня человека, которого вы дадите. Также обращаюсь к отставникам силового блока РФ. Если вы уже находитесь на пенсии, я могу очень сильно поправить вам ваше благосостояние. В принципе, все по классике. Ватсап в приоритете для общения. Телеграм, куда можно написать. Также здесь появится электронная почта и этот телеграм-канал. Пишите, все анонимно. Готов платить деньги не только в РФ, но и в Украину. В виде доказательств меня интересует переписка, звуковые файлы, голосовые сообщения, фото документов. Куда вы платите, как вы платите. Информацию проверять будут от недели до месяца. Суммы большие, поэтому нужно будет подождать. Пишите, пообщаемся. Приступим к чему? К нашей беседе. Беседе, да? О чем беседовать будем? Кто на любую тему, я думаю. Получается, да, вопросы отвечу. Понял. Скрывать прям нечего. Скрывай, а что скрывать эволюцию? Не знаю, о чем. Скрывать еще. Даете добровольное согласие на записи и публикацию нашего интервью? Да, я уже, это, у меня уже где-то снимали. Кто где? Тоже вопросы. А, когда сюда везли, в СИЗО, в Харьков, я не помню, может, для телевидения, там, женщина, камера, так, было. Ну, спрашивали, как я в Лен попал, и все, такого, ничего особо. Не, ну, я же провокационные вопросы задаю. Ну, понятно. Она нет. Ну, да. Ну, разница есть. Да, я бы разбираюсь в этом, понимаю. Да? Что именно? Как бы не, это, ну, не дурак. Понял. Ну, это хорошо. С одной стороны, да. А со второй? Смотря как отразится. Никак. Никак. Да. Тут такое, мне рассказывают, что задолбутся, а не отражать. Да. Да. Всех не пересажают и не расстреляют, тем более. Не, ну, смотря как просто вести диалог и… Да ладно, все, расслабься. Ну, свободный разговор. Не, просто это, психология, еще дома увлекался, и сейчас вот книжек, пару книжек нашел. Я не знаю, я не в курсе по психологии темы. Интересно. Давайте, приступим лучше. Да, фамилия, имя, отчество, дата рождения. Откуда? Родился где? Ну, где жил. Город. Мы же записываем просто ваши данные, поэтому лучше четко произносить. Мобилизованный? Контрактник. Контрактник. Зачем контракт подписал? Ну, там выбор был, или в тюрьму попасть, или контракт подписать. Кто это перед вами такой выбор поставил? Я сам выбрал. Кто поставил выбор? Или в тюрьму, или на войну? Ну, суд учил. Вы с тюрьмы призвались? Нет, нет, нет. После уничтожения приговора я решил, мне присудили отработки ИТР, исправительной работы. За что? А? За что? Ну, что сделал? А, кража была. Кража была? Да. Суд присудил исправительной работы? Да. Я решил таким способом искупить свою вину. Не жаляешь? Нет, пока нет. Все нормально? Да, хорошо все. Убил кого-то? Нет. Почему? Не получилось. Пытался? Возможно, не сделал. А там убивать не было, когда мы отступали. Отступали? Да. Да, штурмовали, мы отступали. После того, как подписал, ну, видишь, ты говоришь, или в тюрьму, или на войну. Походу, тюрьму это мини-пахло, там были исправительные работы, исправительная работа это не тюрьма. Нет, если бы я их не платил, исправительная работа, то я бы мог до года в каком-нибудь поселении поехать, отбывать наказание. Ну, так надо было. Ладно, короче, что решил, то решил это твое дело. Куда поехал? Куда и когда? Сюда. А попал, как изначально? Я пошел сам, взял повестку себе, подписал контракт. И сюда поехал. Сначала у меня первая учебка была за Симферополем, была, потом уже за лентой. Меня оформили, переодели, пять дней было там у меня стажировки, ну, как, тренировки на полигоне военном. И потом дальше поехал за границу. Там сформировали, ну, как можно еще правильно выразиться, штаб набрали эту роту. И я попал на передовую таким способом. Какое батальон, подразделение? Батальон называется Алга, татарский батальон. Вы татарин? Нет. Почему в татарский попали? Ну, так распорядили. Так, как часть, название? Часть я не знаю, я бригаду знаю. 72-я бригада у меня. 72-я бригада. Да. А каким принципом и идеологией она работает, я не знаю. Я даже в воинской части номер не знаю своей. Чем вы руководствовались, когда... А, спрашивал, чем руководствовались. Не хотел исправительные работы отбывать, поехал. Так, давайте как-то разберемся. За деньги по факту поехали? Да, я контрактник. Я осознанно это сделал, меня аж не мобилизовали. То есть, ради денег? Да, хотел еще поправить ситуацию в семье, немножко финансово. Нет, ну это честно. Ну да, как и есть. Мама ответила. Ну, как считаете вообще, ну, убивать за деньги это нормально, типа? Убивать за деньги это, ну, это такого рода, можно сказать, работа получается. Ну, это для вас нормально. А характеризовать для меня? Да. Я думаю, да. Понял. Чисто такой нормальный, честный маньяк. Да, меня тут уже Ганнибалом прозвали за откровенность. А в чем еще откровенность? Ну, спорить начали, разговор уже зашел. Та ты богатый, или человека съел бы. Конечно, съел бы, есть нечего было. И возможности покушать другой бы. Нефиг делать, а что, как барашек говорю. Ну, это шуточно, форма естественная. Это с сотрудниками, или между своими? Между своими. А с чего у вас начался разговор, так и за что? Прям, ну, точно я не помню, а вот шутку эту помню. Ну, как бы, с чего все вытекло, не могу слышно сказать. Да, хорошо, а если бы вам дали, например, просто вот, теоретически такая ситуация, вот дали автомат, вот надо убить человека, вот сумма денег, которая сразу же выплачивается, вы бы убили? Это какой-то спор или пари заключается, а не просто предложение. Я думаю, смысл какой-то в этом должен быть. Нет, я бы так не убил бы. Я, может быть, убил бы в том случае, если бы какой-то человеческий фактор сработал, инстинкт самосохранения, спасти свою жизнь, а вот так безнаказанно и спонтанно взять убить человека под каким-то, как правильно сказать, прикупом, лозунгом, я бы не пошел бы на это. Понял, тогда зайдем к нашей ситуации с этой точки зрения, вот вы идете на войну, вы же понимаете, что тут можно теоретически быть, может теоретически быть ситуацией, когда вам придется убить человека. Да, например, приказ, может быть, приказ, команда, приказ, да. Вы идете ради денег, ну, как вы сказали, правильно, ничего не слышали? Да, 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 я подписал, я собственно сюда приехал. Понимая, что, может быть, возникнет ситуация, когда нужно будет убить человека, просто расстрелять. Так это же война, это же не, это другая структура организации, это война, там убивать людей, это нормально, я думаю. Для этой всей концепции, я думаю, это нормальные вещи, явления. А как тогда говорят, спишут на войну, тебя не найдут или потеряют, или ты вообще без вести пропадешь, спишут на войну. Ну, то есть, это как ненужный материал какой-то, заберут на органы, разберут, продадут. Кто это вам такой, говорит? Я просто примеры привожу до выда своей. У нас был, было тоже такой случай, когда в подвале сидел. Приехали в форме, машина приехала в форме военной, только без документов. И мы как раз перед тем, как они приехали, курили, сидели на улице и услышали разговор с Калицкой. Они подошли ко двору, говорят, где материал забирать? Я вообще еще, не знаю, на лет 20 постарел. Ну, я понял, что за материал, у них документов не было. А что вы в подвале сидели? Первоначально, когда в плен попал, я в подвале жил. Да, да, приехали, только у них документов не было. Мы думали, на обмен приехали. И вот на улице сидим, курием и слышим их разговор. Где тут у вас есть эти люди на материал? Я говорю, слышишь, какой материал? Ну, их прогнали без документов, без ничего. И я больше всего боялся, чтобы они еще раз приехали. Ну, они неофициально или официально. Такое, что же может быть, я не знаю. Я думаю, официально нет, но с нашими не сработало, кому они приехали. Они же проверяют. Всю эту информацию, и формально, и как бы по всем источникам. Честно, я испугался. Ему и так может быть. Ладно, там расстреляют сразу, чтобы не мучился. А этот зачем-то. Первый раз такое слышу. Мне тоже. А прям говорили на материал для органов? Да, нет, на материалы, где у вас есть еще люди на материалы. Они приехали, то есть у них может быть кто-то был или просто спрашивали. Но они конкретно знали, куда ехать. Что там содержатся люди, пленные, и их забрать для перевозки дальше. Ладно, давай тогда историю. Что было, что видел, что происходило? У меня быстро все закончилось. На третий день я побежал уже на задание боевом, на своей точке. Меня отправили за блиндажи, где должны быть сидеть наши. И добежав туда, там уже сидели не наши. То есть они поздействовали, я не знаю, вчера, позавчера, ну вот вкратце. Где это было, в какое направление? Кличеевка, Доречкое направление, да, да, да. И так я в плен попал. Быстро, ну я просто самый конец истории рассказал всей. Да, а если не с конца, а сначала начать и рассказать. Ну один день, вот Кличеевка есть, рядом еще есть населенный пункт небольшой. Там нас возили туда с ночевкой, как бы ротацию. Мы переночевали, нас опять привезли на полигон. И к обеду опять туда же отвезли уже в Кличеевку. Сказали, что там есть ребята с предыдущей роты, которых отвозили. Там уже как бы готовые все окопы. Просто держать оборону, укрепиться и держать. Там ничего делать не надо. Ну вот на третий день нас начали штурмовать. И закончился все укрепления наши. Все закончили все старания. Просто кто куда начали. Бой начался, суматоха. Меня отправили. Если бы меня не отправили, я бы там до сих пор бы остался. Я до сих пор еще ни одного парня не встретил с моей роты и бригадой. Вот тут мешают. Я с начала октября к Клиплину до сих пор не попался. Я никакой информации не знаю. Знаю только, что отдали большую часть этой Кличеевки. Сколько ты всего повоевал? Вообще ерунду. Я с 22 сентября подписал контракт. Подписан у меня. Сейчас скажу. 6 или 7 октября я уже в подвале жил. У меня же говорю, быстро все закончилось. А что с теми... Ты убежал типа с Ключеевки или не убежал? У меня командир отделения. Там через две поле клетки наши еще. Блиндажи с нашими на помощь, чтобы я сбегал. Отправили меня. Я прибежал, а там уже не наши. Позиции есть, а там уже не наши сидели. А что с твоими, с остальными ты не знаешь вообще? Нет, я больше не вернулся назад. Понял. Понял. А как думаешь еще с ними? Ну, а их нету, мне кажется, уже. То они все погибли. Короче, те вообще, которые... Предыдущая рота, я не знаю, как они вышли. Нас танк штурмовал и кольцом взяли. То есть ты там оттуда не выйдешь. Дорога с одной стороны. Небольшая посадка и с другой стороны дорога. Нас почти 60 человек. Поделили на две части. И обошли кольцом. И в лоб идет танк. И вот так взяли в кольцо. Я не знаю, как предыдущая рота. Несколько ребят мы их видели. Нас, этот, моталыга привезла туда. А их она должна была эвакуировать. Я не знаю, я говорю, что там. Там, говорит, ну матом сказал. Там, говорит, или 200, либо 300. Там выжить вообще вариантов нету каких. Я не знаю, как они вообще выжили оттуда. Выжили оттуда, вырвались. И вот на третий день у нас все закончилось. Короче, шансы погибнуть были у тебя вообще? Да. Если меня не отправили, да. Я даже, это даже не вопрос, это чисто констатация факта. А как вот погибнуть за какие-то там несчастные деньги? Это не из-за этого погибнуть, я думаю, из-за чьей-то халатности или сфабрикованного неправильного мышления человеческого, а не из-за денег. За денег можно и дома погибнуть, просто проспорить или поиграть. Не обязательно попасть на войну. Ты говоришь, ты пошел из-за денег сюда? Да. Если бы погиб, то тоже бы, наверное, из-за денег? Получается, да. И я вот спрашиваю, простой вопрос. Это нормально вообще было бы погибнуть из-за денег? Ну, то есть, вот смотри, тебе сколько лет полных? 33. 33? Да. Короче, еще вся жизнь впереди, по сути. Ну, да. Ну, еще нормально так можно. Можно еще пожить. Да, можно еще пожить. Только входишь в такой осознанный возраст, да, и ты, бац, погиб. Погиб из-за чего? Из-за денег, которые тебе должны были бы заплатить. Как думаешь, это обосновано? Ну, сейчас я свое мнение тоже скажу на счет этого. Да. Да, это обосновано. Получается, из-за своей работы, из-за денег, да. За работу, на которой я зарабатывал деньги, я просто ушел из жизни. Получается так. Ну, если теоретически. Я понял, а не было ли, ну, нелогичнее ли зарабатывать деньги каким-то другим способом? Ну, без риска такого для жизни. Да никто от этого не застрахован. И никто не застрахован, но, понимаешь, шансы, 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 проценты, коэффициенты. То есть, если на войне погибнуть, шансы, там, я не знаю, оцени их сам из 100%. Сколько есть шансов пройти весь вот этот контракт? Не, ну, если сравнивать войну с гражданской работой, то тогда меньше коэффициент выжить, я думаю, точно. Да, ну, так я вот и спрашиваю, может быть, проще найти себе, ну, какую-то на гражданке работу, из-за которой, ну... Не подставлять свою жизнь, можно сказать, формально. Я уже даже не говорю, и никого не убивать при этом, но я так понимаю, это для тебя, типа, вообще, как бы не аргумент, убить это нормально. Ну, как бы не нормально, я просто в качестве защиты, собственно, бы это сделал. Нет, в качестве защиты ты бы это сделал, если бы к тебе домой пришли бы войска чужой страны и, там, пытались захватить территорию, убить людей, там, изнасиловать женщин и так далее. Вот тогда для защиты, потому что ты бы защищал себя и их. А так ты сюда пришел, для какой защиты? Ну, я мотивацию, много мнений насчет этого всего, как это можно просто описать. Кто-то, спецоперация, все по-разному. Ну, опиши, так, чтобы было всем понятно. В чем защита заключается? Нет, даже в любом другом месте, если бы у меня была бы моя жизнь на кону, и кто-то бы, что-то бы ей угрожало. Я понимаю. Выбор бы сделал бы. Я понимаю, но в любом другом месте это, наверное, было бы в результате каких-то обстоятельств от тебя независимых, да? Ну, то есть, идешь ты по улице, кто-то достает пистолет, хочет тебя убить. У тебя тоже есть пистолет. По какой-то причине, да. Я буду защищать себя. Конечно. Ну, так это обстоятельства, они от тебя независимы. А здесь обстоятельства, которые ты понимаешь наперед, что там идет война, ты едешь туда, ты можешь там кого-то убить, тебе за это платят деньги. Понимаешь? Разница есть. Да. Ну, оно все это, ну, описывает это, это просто, ну, война, как бы, выразиться точнее. Ну, давай вопрос такой. Ты оккупант? Нет. Нет? Нет. Кто такой оккупант вообще? Ну, кто, 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 кто-то хочет свое, чужое, завладеть чужими, чтобы это было его, я так говорю, ну, так емко объяснить, если. Просто оккупировать что-то, не себе принадлежащее, так, я думаю? Так. Ну, российская армия вторглась на территорию Украины? Вторглась. А не оккупанты? Честно сказать, я не знаю, мне немного насчет этого. Ты же говорил, не глупый. Ну, да, я не глупый. Ну, так давай сопоставлять. Многих людей нет, ну, соглашаться я тоже, как бы, я могу. Сопоставлять? Нет, соглашаться с тем-то мнением, у каждого своя голова на плечах. Я прошу объективно подойти к оценке ситуации, а не соглашаться или не соглашаться. Значит, оккупанты. Нет, они же преследуют цель какую-то. Ну, оккупация территории. Этого всего, да. Ну. Я не знаю, своей недостаточно, что ли? А? Своей территории недостаточно. Это другой вопрос. Это другой. Это вопрос, который ты можешь задать Путину, например. Потому что это в его голове, ему недостаточно. Вам всего достаточно, а вам денег недостаточно. И вы пришли сюда, вот, следи за процессом. Да, я послушаю. В частности, ты, да, можем на ты. Пришел сюда, да, в составе российской армии, которая пытается оккупировать украинские территории. Все просто. Ты оккупант? Это вот по-вашему, с вашей точки зрения получается, да. А если по-другому рассудить, то, наверное, я смогу доказать, что я не оккупант. Ну, давай, 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 накажем. Ну, всего этого должен быть результат, а чтобы его добиться, должны, ну, как мотивы быть, допустим, средства и ресурсы, чтобы воплотить все в единое. У всего этого чего? Можно поконкретнее выражаться? Ну, у этой спецоперации, к примеру, так условно сказать. Да. Ну, какие же вы, какие-то, какие-то принципы должны быть этого всего, в чем-то заключаться. А мы всего лишь пешки на этом. Я не знаю точно, чего стоит свеч вот это все. Так, как ты считаешь, ты сейчас доказал обратное, вот этим вот каламбуром своим? Нет, это просто будет точка зрения, мы и все, просто мы ее нет. Ну, где точка зрения? Точка зрения, что что-то происходит, и ты не знаешь, что это точка зрения? Я вижу, что хотят просто на территорию, вступили в другую, на другую территорию, значит, она нужна. А, так это и есть оккупация. Ну, если да, это, да, с научной точки зрения, да. Ну, научная, это уже прямо воронка. Описать, ну да, громогласно. Ну, описать понятие слова правильно, абсолютно. То есть, ты не доказал обратное, ты повторил то, что я сказал только своими словами? Ну, получается так. Я не люблю, честно сказать, спорить на одну и ту же тему, которая основывается на одних разных принципах. Ну, нет, получается правильно все, теоретически. Ты оккупант? Нет, я просто выполняю свою работу. Я контракт, контрактник выполняю, приказывают, поставленные мне задачи, я выполняю. Так. А статус я еще свой не выбрал или как-то? Не, не, я же не прошу выбрать статус. Как она называется? Я предлагаю объективно посмотреть на то, кем ты здесь в Украине для нас являешься. Для нас и вообще по сути. Да? Вот, ты пришел сюда в составе российской оккупационной армии, которая пытается оккупировать территории, как ты сам только что это сказал. Так ты оккупант или не оккупант? Ну, оккупант получается. Если я пришел сюда с целью оккупировать, значит я оккупант. Все верно. Нет. Ты сюда пришел с целью денег заработать. Ну, тебе же не надо ничего оккупировать. Я просто, мне ничего не надо. Ничего не надо денег заработать. Я простой солдат, военнослужащий. Правильно. Контрактной службы. Правильно. Они все зарабатывают деньги. Так же, как и я. Правильно. Ты пришел сюда заработать денег. А территория тебе это нафиг не нужна. Но даже с учетом того, что территория тебе это нафиг не нужна, ты все равно оккупант. Это не моя головная боль. Мне говорят, я делаю. Я просто выполняю маленькую роль в этом всем. То, что ты оккупант, не отдающий себе отчетов в том, что ты делаешь, ты все равно оккупант. То есть, то, что ты не отдаешь себе отчетов, зачем это все происходит? Со стороны, да. Я не спрашиваю субъективно. Субъективно, ты сказал в самом начале. Субъективно ты пришел заработать денег. Все. Да. Это субъективно. Внутри. А со стороны ты оккупант. Да, я знаю. Вот если прямо сверху вниз, посмотри. Со стороны, посмотри. Вот прям сверху вниз. Да, вверху. Абстрагируй. Да, Украина, Россия, абстрагируй. Просто вот. В составе армии, которая заходит на чужую территорию. Вот нацисты были оккупанты? Нацисты? Да. Ну, солдаты Третьего рейха. Ну, да. Были оккупанты? Ну, да. Почему? Истребляли людей. Просто хотели... А им не много не получилось. Оккупировать. Ну, они оккупанты почему? Попытки были. А я все не знаю, как вы его не преследовали. Точно. Там мнений много в истории. Нет, они оккупанты, потому что они заходили на чужую территорию и оккупировали. Пробовали, да, это делать. Да. У них неплохо получалось. Ну, где-то можно было поработать, да, получше. Ну, на то время и с тем развитием, я думаю... Ладно, с оккупантом вроде бы разобрались, хотя это не точно. С историей твоей тоже разобрались. С мотивами тоже разобрались. В принципе, я так понимаю, что если тебя вернут обратно сейчас по обмену, то ты спокойненько пойдешь снова на войну. У меня могут, да, обратно отправить, если контракт не расторгнут. Ну, не-не-не. Допустим, расторгнут контракт и тебе просто говорят, дружище, у нас сейчас суперакция. Изначально была. Изначально тоже так было? Ну, много. Ну, у меня сколько, я знаю, несколько там ребят, да, вот, кто служили. Одни плюсы, минусов нет. Ну, за исключением того, что тебя только могут убить. Одна так, одни плюсы от этого. Я не буду думать оценок этой реплики вообще. Да. Я тоже так посмотрел, ну, глупо это звучит. Ну, нравится некоторым. Кто-то вот со мной. Я же со мной. Я же со мной. Нет, со мной ехали, кто-то еще раз поехал. Я говорю, а как, за такой промежуток времени, что должно поменяться, чтобы ты вот рассказывал, я ожидал, когда этот контракт закончится, и чтобы еще раз опять поехать. Не знаю, ну, чем-то манит людей. Понял, понял, понял. Что-то подкупает. Понял. Где-то. Я за тебя лично спрашиваю. Если ты сейчас вернешься по обмену, тебе скажут, у нас суперакция, бонус-приз, плюс 15% зарплате. Но и это еще не все. Новая суперуниверсальная каска 35-го года достается тебе в подарок. Только подпиши контракт. Только у нас и только сегодня. Подписываешь? Нет. Почему? Ну, я придерживаюсь принципов своим, когда если обманывают один раз или два, они обманывать будут до конца и постоянно. А в чем же тебя обманули? Ну, даже вот взять учебку. Сказали, 20 дней будет. А она была 5 дней в России на полигоне. И я понял, что я бессилен что-то сделать. Я уже сюда попал. И нужно идти просто до конца. Учить особо никто не будет? Не учить особо никто не будет. И я, допустим, вот по образованию не туда попал, куда мне говорили. И я основываюсь на... Подожди, а по образованию куда ты должен был попасть? Ну, спрашивали в артиллерию. А, в артиллерию. Да, а я рядовым пошел, стрелком или взяли. Вот где нужнее, меня туда и поставили. Типа штурмовиком? Да. Да. И я после этого... Не знаю, как так получается, короче, но все водители, артиллеристы, снайперы, саперы, все почему-то у вас в армии становятся штурмовиками. Да. Ну, рядовой стрелок обычно. Это и есть обман. В совгупности, да. К счастью. То есть ты бы не пошел бы... Не потому, что увидел что-то страшное, не потому, что увидел смерти, не потому, что увидел бессмысленную войну, а ты не пошел бы потому, что тебе не дали бы ту должность и то место, которое ты хотел бы занять, участвуя в этом всем. Нет, я безначально, если смог бы, это все прекратил бы. Когда я еще и за границу не пересек, сюда я не приехал, ну, просто нет такой возможности. А почему бы ты это прекратил? В чем проблема? Я говорю, я не прекратил бы, прекратил бы. Ну, я понимаю, куда я еду. И то, что мое мнение и мои какие-то предложения никого не интересуют, и меня спрашивать никто не будет. Я думаю, только поэтому. Интересно. Звонить будем, да? Да. Маме? Нет, сестре. С сестре. С сестре, да. Она, кстати, ответила. Написала, что хорошо. Ну, то есть в курсе, что мы будем звонить. Я отправил фотку. Алло. Юля. Добрый день. Добрый день. Ваш брат в плену в Украине. Я журналист. Меня зовут Владимир. Будете с ним говорить? Конечно. Разговор под записей для публикации. Я знаю. Привет, Таша. Привет. Ты как? Там нормально все. Юль, как мама? Здорово. Мам. Здорово как? Там нормально все, живое, здоровое. Это самая ручка есть где-нибудь. Запиши номер. Посылку отправить надо будет. Хорошо, сейчас. А, давай, диктуй номер. Что там, мама, нормально все, точно? Да, нормально, не переживай. Хорошо, потихонечку. Она, я вот заберу ее в апреле сюда, к себе. Что-то она мне не ответила. Я смс-ку писал, не ответила. Может, на работе, Саша, была. Она телефон, бывает, кладет и не берет с собой его. Пока ходит. Нет, мне ответ могут сказать. Или не ответила, или вообще ничего не было. Точно все нормально? Да нормально, я только что с ней разговаривала. А, ну все. Я тут уже, я не знаю, какой тут, в третий месяц тут я в лагере для военнопленных. А это я... Ну, знаю, я типа нашла. Мы когда только, только когда потеряли. Перед 10 дней, как ты не вышел на связь, я обзвонила все везде, где только можно. В каком я статус, какой у меня был? В часть ты звонили? Нет, очень долго не было. Вот я в часть хочу поехать. А где-то в структурах не смотрели? Где-то, может, числась? Нет, Терсияновку надо ехать, Ростовская область. А я знаю, за Новочеркасском там. Я был там, да. Да, я видео возьму. Ну, свяжись, мы уже там, они узнают. Часть номер, все. Ладно, это я приеду, дома будем. Я знаю, номер части 1337. Я с Амполитом этим там общалась. Слушай, Юля, а выплаты были какие-нибудь или нет, не знаешь? Был, час тебе вообще один раз была зарплата, а потом тебе 30 тысяч, короче. Часть вообще не было. А какие-нибудь эти президентские что-нибудь получала я? Президентские, по-моему, мама говорила, да. А вот эти еще нет, потому что нету справки, то что ты был в СВО. А я знаю, что они прекращаются. А некоторым, знаешь, еще говорят, когда звонишь в часть, говорят, или без листи пропал, или 200. Похоронки домой отправляют. Ну, люди не знают, где находятся. Ну, допустим, где-то ты формально не числишься, а отправляют домой, рассылают. Ну, так нормально, да все? Все хорошо. Матвею телефон купили на день рождения, подарили от тебя. Да, я в курсе. Как там Богдан, нормально? Богдан будет скоро музыкантом, мы песни записываем на студии. Ну, я что-то жду, не знаю, сейчас что-то пока затихло с обменами, то чаще меняли, а сейчас что-то пока это, тишина. Ну, нормально все. Ругаться с ними уже бесполезно, я не знаю, мы уже, знаешь, куда только не писали. Я, наверное, обзвонила и отписала везде все, что только можно. Юль, смотри. А по Скальковой, по-тибору, тишина. Юль, да там вот все, это я приеду, будем заниматься. Там, Юль, только это самое, вот сделай только, ну, свое туда, ну, от себя ничего не надо добавлять. За посылку просто сигареты, там, чай, тебе объяснить просто, просто сделай, что человек сделал, и это, ну, без своего корректива там какого-нибудь. Не, так нормально. Я тут уже, тут и кормят, и в тепле, и как бы неплохо, что, ну, я уже в статусе хоть живой, здоровый, нормальный все. Это самое главное. Это этот, Красный Крест, приезжает вот этот, международный. Ну, я знаю, я туда, я единственная, куда дозвонилась, до нашего Красного Креста ни хрена, только до Женевского. А у нас нет, у нас нет, он в Москве есть какая-то? Нет, да, а у нас до сих пор, тишина, уже сколько, с этого, с октября. Юля, она за транспортировку отвечает мою, и все, и за содержание, и больше больше, да, больше все, и как у ООН. Ну, хотя бы отвечали бы, они ж не хера еще, чтобы они отвечают. Ну, у них в этом офис есть в Москве, они ж, есть Красный Крест и месяц. Ну, они как сотрудничают, это, ну, такого особо значительно они ничего не могут приложить или усилий каких-то. Ну, на обмен они не влияют, и все, они только за содержание. Ну, понятно, я знаю, мне говорили, что на обмен. Мы и так уже пишем, чтобы в обмен. Написали мне с Министерства обороны, что тебя включили в список по обмену. А, ну, это у всех так, когда люди находятся. Ну, да. Или вот это. А что, а что, он его знает сколько. Ваня хоть ходить начал? Вон, Ваня. Сейчас, секунду. Вон. Нормально все. Ты инвалидность получил? Нет, это не сын. Нет, инвалидность получил? Ходишь хоть или лучше, или нет, Вань? Костылем. А, с костылем. А-а-а. Да. Понятно все. Ну, хоть так, хоть так, хоть. Главное, чтобы лучше становилось. Ну, да. Пока не, пока не хрена. Ой, Вань. Кошмарище. Не, нормально все. Да? Интересно. Сага, сага получилась. Да. Главное, что живой у паровой. Нет, просто возможности раньше не было. Сообщить и никак не передать. Ну, вот, короче, как сейчас. Да, я знала, что уже полюну. Знаешь, сколько про тебя видео мы уже посмотрели? Да? Это что? Да, все видео, которые только есть. Самое первое. Самое первое? Когда я в луже сидел в локопе с камерой. Я тебя узнала, что ты военнопленный. Я тебе сейчас прямо скажу. 13 октября. Или 11 октября я знала, что ты уже военнопленный. Я понял, откуда это пошло все. Да, вот они когда только... Закон посанец. Там, например, я видел. Я знаю, я знаю. И где рабом палец. Я знаю. Где начали расплавать и палец, куда только можно. Доказывает, что это ты и что ты военнопленный. Не, ну молодцы. Ну да, хоть так. Ну, жду, Юль, что делать. Жду, жду сейчас. Ну, лучше так сейчас, чем это. А говорят сейчас, закон какой-то можно разорвать, если не нравится. Я уже узнала, да, разорвется за несоблюдением контракта. У тебя в контракте было 2 месяца, как вот это испытательный срок. А у тебя было что? Ротация. Ротация. А я на третий день, у меня все закончилось. Ну, я тебе говорю. Поэтому они там много нарушили. Вся ротация. Контракт нарушили. За несоблюдением, короче, контракта Министерства обороны мы его разорвем. Саня, у нас закон такой, если бы разрываешь пятнашку. Ни хрена. А тут знаешь, какие срока местными, это тоже сильные. Не, у меня, смотри, вот если бы меня не отправили, вот как я попал. Если бы меня, нас штурмовали и танки в кольцо взяли. И если бы меня человек не отправил бы на помощь, я бы там и остался. Это чисто повезло. Вот дело случая. Ну, это лучше так. И правильно, что, блин, сдался. Это самое... Я не сдался. Нормально. Нет, я в том-то и дело, что не сам. Меня отправили на позицию. Там должны быть наши. А я мне наши. Заледел в чужой окол. Представляешь? У меня такие глаза. Это значит судьба. Чтобы ты остался живым, чтобы было все в порядке. Я говорю, здоров, мужики. Я думал, это наши, и синий скотч, какие наши. И все. Я говорю, только не убивайте. А потом... Как? Ну, вообще... Ну, так, в принципе, нормально все. Ну, мама, Саня, это нормально. Я не знаю, что... Жду очереди. Жду очереди свои, и все. Правильно. Кстати, тебе передавал отец привет тоже. На, живой? Живой, Наташка тоже, они им тоже сказали, что ты военнопленный. А как вы с ними связь нашли? Вот сейчас же, сейчас же там они, этот, ну, у них положение... Они уехали, наверное, куда-то оттуда? Да, не знаю. Я же тогда еще год назад общалась, но здесь я просто... Я когда тебя пыталась найти, я пыталась созвониться с теми, кого я только знаю. Ну, вот и ей написала. Она, правда, не сразу ответила, но через Вейна ответила, и все. Она сказала, что отец знает тоже, что ты... Ну, так... Ну, увидели, увидели тоже. Ну, ладно. Это не важно. Ну, понятно, я хоть узнал. Я написала, что ты ответ дала мне, я за мать переживал. Там, Матвея, телефон, это не важно, что у матери хорошо, я до связи просто... Ну, нормально. Все, ну, дайте вопросы. Все, Юль-то, да это. Стандартный вопрос. Давайте. Ну, вы же его знаете. Ну? Ну, отвечайте. За или против я? Да. Можно против? Против. А как вообще к этому ко всему относитесь? Честно, ужасно. Потому что непонятно что. Ну, и с одной стороны, как бы у меня нету неприязни к Украине, потому что я там росла и выросла. Где? Пока. В Харькове. А вы знаете, что сейчас... Ну, потому что у меня были годы не очень-очень давно оттуда, но все равно. Я понял, не суть дела. Вы видите там видео где-нибудь, как Харьков обстреливают ежедневно? Конечно. И что вы об этом думаете? Честно? Ужасно. Лучше бы они, наоборот, восстанавливали города, чем тратить деньги на ту херню. Не знаю. А не надо наши города ни бомбить, ни восстанавливать. Мы сами разберемся. Нет, вы не поняли меня. Я говорю, лучше бы поддерживали то, что это красивые все города, которые... А происходит, что их просто в груду ко мне превращают. Вот и все. А что у вас люди об этом говорят вообще? Ну как, поддерживают, довольны все, кайфуют? От 50 на 50 получается. Кто с этим не сталкивается? Смотрят, которые телевизоры не сталкиваются с этим. И, конечно, что хреновые, ну как все там. А кто с этим сталкивается, естественно, более обникают в это все. И поэтому... Уже не поддерживают? Короче, тот, кто столкнулся, уже не поддерживают? Ну, больше половины, да. Насколько я знаю. А кто еще не столкнулся, те говорят, круто, давайте воевать там, да, вообще? Ну, скорее всего, да. Большинство, наверное, из-за денег некоторые идут. Как ваш братан? Он, кстати, у нас очень откровенный парень. Я говорю, ты что сюда пошел? Он говорит, из-за денег. Ну да. Я говорю, а это нормально людей убивать из-за денег? Он говорит, ну это же война. Что вы можете сказать о такой формулировке? Что я могу сказать? Что он может ответить, если 5 дней подготовки и тут же на передовую кинули? К человеку, который почти 14 лет даже не касался военного дела. Не, ну вы сейчас говорите о том, что он был недостаточно подготовлен. А я-то ведь спрашиваю немножко другое. Я спрашиваю, а нормально ли вообще осознанно идти убивать людей за деньги? Подготовленный ты, не подготовленный. Вот это вообще нормально? Он говорит, война. Ну так не еди на войну. Да, у него на все что-то, что он не собирался убивать. Потому что у них всегда задача вот их кинуть в опы и сидеть. Правильно. На него идет человек с оружием, или он идет на человека с оружием, и они могут друг друга убить. И как он сам сейчас сказал, он вообще выжил чудом. И это правда. Это да. Да, понятно. Ну, чтобы не получилось, то он успевать. Не, ну да. Он бы думал. Вы же понимаете, да, что если бы он погиб, он бы погиб за какие-то там вшивые, там я не знаю сколько там, 200 тысяч рублей, или сколько ему там пообещали, я не знаю. То есть он погиб бы конкретно за это, не за что-то еще. Вы это понимаете? Да. И ты все понимал. Ну, хоть понимаете. Ладно, говорите, пока-пока. Юль, ладно, это самое, давай, Юль, я понял, обязательно, Даша, ну я, я рад, ты позвони поскорее, не, я рад, что это, узнал, что все хорошо у нее. Ты позвоните, я там все объясняю. А так все, давай, рад был вас видеть и слышать. Надеюсь, скоро, скоро обменяют, и приедем все, увидимся. Все, 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 давай, давайте, Юлька, Вань, давайте. Давай, Санечка. Пока, пока. Пока. Ну, мать, ответ не дала я это, хоть так, через сестру. А Ванька что не идет? А Ванька что еще не идет? А Ванька уже ездил. Я спрашивал, что с ногой, ходит, не ходит. А, Ванька со СВО вернулся? Да. И он, а что что-то не сказал, я бы его спросил, как там вообще. Да, я сам в конце узнал, я же говорил, как Ванька с ногой, только про это не рассказывал. Я думал, Ванька, ну, инвалид там, не знаю. Нет, у него что-то, он плохо ходил, он целый, плохо ходил, он тоже мало побыл, и это, ну, свои эвакуировали и домой отправили, списали его. А, фартануло тоже. Да. Ну, прилетело, отлетело от удара, от взрыва. Ну, и хоть это, зажевать начало, накажешь, я спрошу, как Ванька. Я его и не видел, я в разных городах живу, на Ванапе, я в Карпоткине живу, сестра моя. Ванька, да. Ванька, да. Ванька, да. Ванька такой, Ванька, здоровая, под 150 килограмм, тяжелой третикой занимается. Я говорю, что тебе не хватало, вроде тоже как нормально было. У меня брат двоюродный тоже ездил. Машинист, 60 тысяч, 77, ни детей, никого нет, ну, вдвоем с женой жмут. Я говорю, что не так? Поедешь еще, не, вот так пол в лица, обожженный, шрам на пол в лице. Не, дай бог, что живой остался. Ты, говорит, не вздумывай. И я же тоже, ну, чем я их, может, хуже, хрен его знает, попробовать решил. Больше в такие игры играть не буду. Я вообще в шоке, честно, я не знаю, что сказать. Один поехал, его опыт никому ничего не научил, второй поехал. Да. И ты третий поехал. Да. Уже после того, как эти были, ну, по крайней мере, первый-то тебе уже мог рассказать, что чего к чему. Ну, говорит, лучше не надо. Ты возвращаешь? Нет, нет, он понял, что для себя и мне, говорит, лучше не надо. А я, смотря на эту ситуацию, я думаю, я же тоже человек, ну, я, как бы, не хуже его. Я так, может быть, и лучше у меня служится, чем у них. Некоторые у меня знакомые до сих пор служат, ну, нравятся. Может, где-то не на передней части, где-то в тылу сидят. Ну, это неизлечимо вообще, я так понимаю. Да, это какая, мне кажется, да, на болезнь похожа какую-то. Ну, это что-то, я вот не очень разумеюсь, знаете. Деньги, 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 думают, вот, вот, понакупить, заобладеть чем-то, личные победы. Это все жадность, мне кажется, салучность заключается. Это она, да. Короче, итоги подведем. Для того, чтобы россиянин понял, что ему не нужно воевать, ему нужно съездить и повоевать. Других вариантов тупо нет. Ну, если, ну, на примере вас, вашего брата, одного и второго. Ну, можно, в пример, да, и это поставить. Ну, в частности, по вашей семье только так. Ну, получается, да. Не, ну, пример хороший, конечно, там вероятности немного, что ты выживешь, или как я попадет, или как мои родственники останутся живой. Но лучше не надо этого делать, если нет головы на плечах, или какого-то здравого смысла, я думаю, точно. Лучше не надо этого делать, если нет головы на плечах. Да, своей. Наоборот. Да. Или своего какого-то мнения. Если есть голова на плечах, то лучше этого не делать, наверное, так. Ну, да. И здравый смысл. И здравый смысл. А если нет ни головы, ни здравого смысла, то ты говори, не говори, будет все равно, как в вашем случае. Да. Потому что брат говорил лицом к лицу. Не я там, не эти, не пропагандисты там, не... Не, не, он не эгитировал, не заставлял, я сам осознанно пошел к этому. Я не знаю, можно добавить. У меня впечатление, что тут хоть двое суток разговаривали, все равно он будет по кругу, поэтому ходить и все. Да. Я обычно предлагаю обратиться в конце интервью к людям, которых ты знаешь. Ну, не к тем, которые уже здесь были, а к тем, которые еще могут сюда пойти. Порекомендуешь ты им сюда идти или не порекомендуешь, если да, то почему, если нет, то тоже почему. Нет, я бы не стал бы рекомендовать. Ну, я не смогу переубедить человека, если он уже настроен на это. Такого, как ты точно. Не сможешь. Да, с моим характером, да. А в лучшем случае я бы не рекомендовал выйти, если это опасно для жизни. Я думаю, так. Дорого может обойтись это приключение. Максимально дорого. Да. Жизнь. Я вот это думаю, россияне, да вот ты, например, типа вот сам своими глазами не видел, пойду и посмотрю, да? Да. Вот тебе брат говорит, что там может тебя убить просто. Я вот это специфики. Конечно, ну это же война. Ну, и шансов до хрена как бы погибнуть. Да, так для того, что, да. А что вы не возьмете коллективно и не попробуете мышьячку, например? Ну, все прекрасно знают, что мышьяк это яд и смертельный. Все прекрасно знают, что война это смертельное приключение. Со смертельным исходом, да. Со смертельным исходом. На войну вы едете, потому что, ну там из-за денег, еще из-за чего. Мышьяк. Это прекрасный выход, ребят. Просто пейте мышьяк и все. Да, с нас все смеются. Анекдоты России, что есть? Дураки и дороги. Нет, там есть еще какой-то цианистый калий, как-то так вот это что называется. Новичок у вас вот там попридумали сейчас. Ну, всякие вот эти вещи. Просто пейте их и все. Так этому миру будет легче. А что будет с Россией? Дураки и дороги, бабы еще нарожают. Что будет с Россией? Ну, точно так же, как в случае с войной. Идут, гибнут сотни тысяч. Я не буду говорить точных цифр, вы все равно скажете, что это фейк. Все так, что иди. Да, я спорить не буду. Я знаю, что много людей. Да, сотни тысяч погибли, это уже точно. Как бы это уже даже... Мне вообще не поддается никому сомнений. Сотни тысяч, ну, пошли ж погибли. Бабы еще нарожают, правильно? Так, ну, это же есть проще, есть проще путь. Проще путь. Себе замешали какого-то мышечку там, не знаю. Не, я себе люблю хорошего, чтобы так сделать. Я ж не суться, думаю, не все-то настолько готовы к такому поступку люди. По-моему, это был бы отличный выход. Сарказм. Сарказм. Ну, поучительно звучит. Но с намеком. С намеком, чтобы все боялись. Нет. Чтобы задумывались. Не знаю. Ну, выглядит оно так формально, а причин много у каждого, почему он сюда попал. И историй много. Кто-то хотел денег заработать, кто-то в тюрьму не хотел, у кого-то, не знаю, родители, инвалиды. Там, пара много, причин. Тоже денег хотел заработать. Кто-то тоже помочь хотел, кому-то на операцию, кто-то инвалиды. То, что из вас сделали нищих рабов, которые готовы ехать в чужую страну, убивать людей и воевать за какие-то выплаты. Да, это не наша проблема, это ваша проблема. Не, и наша тоже проблема. Наша, можно сказать, общая проблема. Потому что вы едите сюда к нам. Я думаю, руля не играет, это просто как заработная плата. И кто-то считает, кто столько не получал денег, до такого результата не дошел, считает это много. Я не хочу говорить об этом, потому что есть общие моральные ценности для всего человечества, такого цивилизованного. Не для этих, которые людей хавают, а которые уже давно устоялись, цивилизованные люди, нормальные. То есть, для этой категории людей само понимание ехать на войну с риском для себя погибнуть и с риском убить кого-то, это неприемлемо. Но это ненормально. В принципе. В принципе, да, сколько войн было уже? Нет, ну есть люди кадровые, военные, да, которые как бы всю жизнь в этом. Есть такое. Но их не всегда хватает? Еще не знаю, не всегда хватает. Вот вы все время там опираетесь на штаты, например, там тоже там, а вот штаты, там спецоперация, Ирак. Скажите, пожалуйста, там что, за штаты зэки воевали? Анкобольные, бомжи, старики, ну, которые здесь сейчас с вами. Нет, они другой способ нашли. Нет, там воевали кадровые, профессиональные, военные. Да, и эти люди реально обучены, полностью обеспечены, и их семьи полностью обеспечены в случае гибели. Согласись, совсем другой подход. Ну, как частная компания, Вагнер была аналогичная. Подготовленные, обучены люди все. Много, много, много частных компаний. Зэки, которые, заключенные, которых помобилизовали, которые насыпом горами трупов лежали. Сам Пригожин показывал. Пригожин вот так вот показывал. Вот, смотрите, насыпом трупы. Это подготовленные? Смеешься, что ли? Нет, там их же готовят. Я говорю, за кадровых военных, которые всю жизнь этим занимаются. У которых всю жизнь зарплата. Нет, у них практика. Есть вагнера, которые как ЧВКшники, всю жизнь тоже. Да, только там гибли-то в основном заключенные. Я тебе еще раз говорю. Если говорить про Штаты, про их подход, то там Зэки не воюют. Если сравнить, то да, в том случае, верно повышается. Штаты. А для нормального, обычного человека, смотрите, вот ты чем занимался в жизни? Нет, последний, торговлей занимался. Торговлей. Вот для какого-нибудь итальянца, который торгует фруктами на улице, или пиццы делает, мысль о том, что он может сейчас призваться, короче, и пойти в чужую страну там повоевать немножко. Но я думаю, что она, если бы ему кто-то такое сказал, он бы подумал, что его пригласили в дурдом. Для немца. Ну, мне деку скажут, ты что, неадекватно, что ли? Это шутка или это серьезно? Если ты серьезно, значит ты дурак. Как это я пойду сейчас в другую страну, буду воевать, потому что у меня тут кто-то, какой-то сумасшедший объявил какую-то деноцификацию, там, хер знает что. Вообще нацистов видел много? Ни одному не знаю, я не видел. Прикинь. Прикинь, а вы с нацистами тут появитесь? Это мы странные какие-то нацисты. Там все обратное показывают, тут новости и там, там все с точностью только наоборот. Конечно. Какие нацисты? Ну, обычно люди защищают свою землю, свой дом. Какие нацисты? Какие нацисты? Ну, может быть где-то и... А где вообще ваша Скобеева с Соловьевым видела нацистов, которые у себя дома находятся? Не знаю. Потому что нацисты это те, которые обычно куда-то идут, то есть как вы. Не, ну, что-то показывают какие-то эти видеоролики в интернете. А, я тебе знаешь, сколько таких видеороликов? Склонны к этому. Я знаешь, сколько тебе таких видеороликов про Россию на схемах? Я что, я ж в это не верю в общем. Гоняют по кругу 10 лет. Ладно, все, там надо идти, но я сказал, что минута. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...